Доброе утро! У меня как утро, не могу дождаться. Созрела я заняться юбкой. В общем-то, это я уже как бы, то я все ходила кругами, думала. Теперь я, значит, начинаю. Сейчас я укрепляю каждую-каждую строчку, вот так вот, по зубчикам на машинке. Что это будет, может быть, выброшу. Опять же, выброшу, никто видео не увидит. Вот, но я хочу сейчас вот так, свободно ходовой, но зубчиками, господи, как это называется его? Я привыкла называть, опековать, мама так говорила. Зигзагом пройду, господи, боже мой, простите. Простите меня. Зигзагом пройду, укреплю, чтобы оно не рассыпалось. Потому что паутинка, я так крутила-вертела, купила я паутинку. Ну, зигзагом мне вот эти паутинки сейчас клеить, это не для меня, честно. И родилось в голове, значит, пройти зигзагом. А паутинку я, у меня же еще лежит скатерть, я еще буду делать себе, вот там пойдет паутинка. Я хочу себе без рукавку сделать. Все, значит, я сейчас потихоньку обстрачиваю и этапы показываю. Надеюсь, что все удастся, и видео я не выброшу. Боже, да что ж я такая лохматая, все будет. И я надеюсь, что я не выброшу, и все это покажу, как будет выглядеть. Не стала переводить на руки, ничего особенного, я просто покажу, может быть видно. Смотрите, я по вот этим зигзагам прошла, о, вот так на темное, вот. Она, правда, даже видно, немного видоизменилась. И по вот этим лепесткам я прошла полностью, как бы. То есть вот эту часть между ними, я сейчас буду разрезать. Мне нужен вот этот край, и я надеюсь, что вот эта середина, как бы, тоже куда-то будет использована. Потому что шикарная середина, где-нибудь сбоку на юбку, я ее прилеплю. А, я с этой ключа. Получила травму производственную, причем два раза. Как показала жизнь, один снаряд дважды попадает в воронку. Во-первых, как у нас снаряды летели, господи, это, конечно, не смешно. Смешно, что я палец два раза долбанула. Два раза в воронку попадает снаряд. У нас снаряды один в один влетали. Через две недели бомбят, и снаряд в снаряд влетает. Поэтому, ребята, попадает и по пальцу. В одно и то же место, вроде двигала-двигала. Думала, третий раз не выдержу, как-то сутку по машинке. Все, пошла я дальше свои дела делать с юбкой. Надо же показать, что получилось, когда я разрезала. Ну, сразу же собрала. Все, смотрите, видите, краешки торчат, но они дальше никуда не идут. Потом, когда я буду пришивать, я просто немного поправлю. Прошу прощения, забыла даже уже, на чем остановилась. Час. Прошел час, но ничего не сделаешь. Это мои любимые клиенты. Показываем. Ниточки торчат, но при последующей обработке и как бы сострачивании все это еще сильнее как бы спрячется. Может, я надумала как-то это делать. Может, даже так и оставлю. Это же плохо. Только тут, где висят, которые краешки. Нужно будет обобрать. Я думала, что я все обобрала уже. Ну, ладно, не буду. Видите, но оно держится. Оно держится. И оно не распускается. И которая часть посредине, она как бы не изменилась. Она такая и осталась размером. И с краем как раз произошло то, чего я очень надеялась и ожидала. Он растянулся, я не знаю. Он, наверное, растянулся. Посмотрите. Ну, я не знаю, в 4 раза точно. В 3. Не знаю, во сколько. Ну, в общем, очень растянулся. Смотрите, это как раз подол. Я даже, ну, в глубине души только могла на это надеяться. Это подол. И эту часть я даже пришивать буду. Ну, просто вот буду растягивать и ровно при... Приторачивать его. Потому что... Ну, вот так вот, я думаю, это будет морока. Нет, я просто ровно вот так положу, зигзагом пристрочу. Значит, все. Следующий этап я делаю и показываю. Я, значит, юбка будет состоять из двух частей. Ну, как бы так. Это будет внутренняя часть подклад. Подклад я сделаю из ситца. И у меня есть... Я уже показывала. Сейчас покажу. Одну минуту. А, вот рядом. Вот, у меня вот такой есть подозорник. Это я когда-то... Я рассказывала его историю. Я спасла. Спасла. Не спасла, не спасла. Женщина продавала. Она говорит, умерла моя бабушка. А родственники выбирали, хотели продать. Я, говорит, собрала все это, забрала. Ну, говорит, то, что мне понравилось, я себе оставила. То, что там, ну, может быть, что-то менее интересное. Или повторы какие-то. Она вынесла продать. Продавала за бесценок. Ну, как, относительно. Я тогда купила у нее три салфетки. Четыре салфетки. Да, четыре салфетки такие небольшие. Две где-то уже потерялись. А две у меня еще лежат. Симпатичные, маленькие такие. Это все ручная... На машинке свободноходовой. С тушкой сделано. Но это все вот... И очень много лет этим вещам. Женщина была постарше меня. Она тогда была моего возраста. Это было лет за... Восемь, за десять до войны. Это где-то две тысячи год был. Две тысячный год где-то был. Я только пошла работать тогда в больницу. Поэтому это уже много лет. А это еще... А она тогда была моего возраста, эта женщина. И умерла как бы ее бабушка. И там они решили разбирать этот дом. То есть такая история. Тогда челночок такой купила у нее для кружева. Такими педлями вяжут. Кружева, сетиями вяжут. Челночок. И купила скатерть, купила вот этот подузорник. И вот дождался этот подузорник своего часа. Видите, какой он красивый. Я его... Ну, он такой ветхенький. Я его еще неудачно первый раз постирала. Как-то я не помню, что произошло. Он и был такой как бы обыжа. Ну, вот тут видите шов. То есть каждый кусочек шов в дело. Все это состыковочка. Ну, меня это не помогает. Я это пущу на низ подклада. А уже верхняя юбка будет из батиста. Такого как жеваный. Ну, очень маркизет. Еще его называют. Все, пошла я делать. Что-то пошла делать и показывать постепенно этапы. Да, юбку я буду кроить клиниями. Шеет клиниями, наверное, сделаю. Мне так будет проще обрабатывать ее. Я так думаю. Ну, все, теперь пошла. Разделила я то, что пойдет на подул. Подклада. Я хочу, чтобы на этот уровень был разрез внутри. Чтобы свобода шага была. Потому что нижнюю юбку я делаю не очень широкую. Я ставлю ситец на нижнюю юбку. И хочу, чтобы... Забыла свет включить. И хочу, чтобы здесь она не топорщилась сильно. Потому что эта ткань толще. То, что там будет свободно лететь, скажем так, это пусть будет батист. Поэтому подъюбник я делаю по себе. А низ для свободы шага вот как раз на сантиметров 30. Будет 35. Надо померить. Ну да, сантиметров 35 здесь. Будет как раз для свободы хода. Да. 32, 33. Хорошо я умею мерять. Ну и юбочка обычно будет скроена. Сделаю чуть-чуть выточки. То есть, ну, прям она практически будет меня облегать. И так просто свободно обходить. Так, все, шью подъюбник, делаю, делаю остальные шаги. Потихоньку показываю. Что я уже сделала? Я к нижней части кружева пришила прошву. Нашла у себя. Вспомнила, где она лежит. В нужный момент. И соединила все это дело уже с самим чехлом. Здесь разрез. Здесь вот так я сделала заход. И, в общем-то, вот тут вот по талии, по всей, я сделала приблизительно ободинаковые промежутки. Я так на глазок, ну, на машинке там стоит разметка. Поэтому я так приблизительно сделала несколько выточек. Сейчас показываю следующий этап. Надеюсь, я смогу показать, не выключая телефон. Потому как у нас некоторые сложности сейчас с монтажом. Это лежит внутренняя часть юбки. Это внутренняя часть. Показываю дальше. Надеюсь, видно. Я сюда заглядываю. Посмотрите. Это вот то, что я буду еще приспосабливать. Там у меня батист лежит. Где он там лежит? Вон он. В общем, видно его. А это валан, который я срезала и показывала. Вот я его пришила к прошве. Ну, простите. Вот так я показываю. Я пришила к прошве его. От утюжила. Не перестаю радоваться и удивляться. Утюгу. Когда говорят. Я уже где-то говорила в своих видео. Ручка гадит. Утюг гладит. Поэтому утюжок в помощь. И вот на таком расстоянии я буду пришивать. Вот на таком расстоянии, чтобы из-под низа слегка выглядывала. Сейчас я наведу. Я просто лежу тут рядом. В общем-то. Во. В общем, вот. Вот. Эту часть я хочу, чтобы было все-таки видно, когда я буду идти в этой юбке. И вот этот валан он будет слегка накрывать. А батист будет заканчиваться. Верхняя часть прошвы этого валана будет заканчиваться там, где начинается верхняя часть вот этого рюша. Я его пригладила, чтобы он сильно не топорщился. И это уже будет. Этот рюш будет пришиваться к верхней части юбки. То есть, как сказать. Это чехол. И будет еще одна двухслойная. Сама юбка двухслойная. Но сами, как бы сказать, полосы верхней юбки я изобретаю по ходу. По ходу прессы. Когда я подготовлю. Я, наверное, вот так переведу. Я сижу на полу. Когда я, видите, у меня кругом кружево сейчас. Все, я понаходила все свои кружева. И сейчас я заканчиваю. О, немного. Как раз тут 12 минут. Фух. Мне нужно передохнуть от всего этого дела. И тогда, когда я сделаю следующий этап, я покажу. Ну, вот такая я. Вот так у меня. Вот такие у меня видео. Не совсем. Это не мастер-класс. Это просто я делаю с вами. Я просто делаю с вами свою юбочку, свою фантазию. И по ходу дела, насколько это возможно мне. Мое умение. Насколько мне позволяет мое умение. Я делюсь своими находками. Все. Всех целую. Я обнимаю. Пойду я отдохну. У меня куча дел еще по дому, по квартире. И когда я продолжу, я все буду снимать. Всем пока. Всем привет. Прошу прощения. Кверх ногами пришлось ставить камеру и держатель. Что-то он совсем у меня выпендривается. Я хочу показать, как у меня продвигаются дела с юбкой. Значит, сейчас еще раз напомню. Не знаю, как будет собираться видео. Поэтому напомню, что у меня вот она нижняя часть. Основа нижняя часть. Не знаю, чехол. И теперь вот пришито. И теперь я по ходу дела собираю. Я на бочок висю. Ну, ладно, извините. И теперь по ходу дела я по ходу собираю. Я даже не знаю, как. Никакой системы нет сборки. Юбка да юбка. Боха. Главное, чтобы какое-то сходство было на Боха. Вот эта вязаная часть, жиденькая. Это из скатерти. Я не знаю, как будет монтироваться. Весь этот монтаж. Как это все будет собираться. Где я все эти куски видео буду искать. Ну, как-то буду находить. Вот эта вязаная часть будет практически полностью. Вот так, не до конца. Накрывать прошиву. Потом Вот Как бы два валана. Два валана уже соединенные. Вот так я собрала. Здесь прошива. Все это так на глазочек. На глазочек равномерненько пристрачиваются. Складочки закладываются. Вот этот валан готов. Я хотела делать из батиста верхнюю часть. И потом на нее что-то нашивать. Но по ходу пьесы мысли у меня меняются. И уже я смотрю, как складывается, так и складывается. В общем, этот двойной валан у меня уже собран. Готов. У меня несколько салфеток круглых. Но что-то я их никак не могу никуда прилепить. Как мне это все в кучу собрать. Поэтому, ну, я не знаю, куда я набрала этих салфеток. И как я их буду тулить. Вот такой у меня еще есть блузончик. И я хотела вот эту часть от него использовать. И еще хотела одну часть от скатерти использовать. Но уже у меня нет желания. Тяжеловатый тот край. То есть, ну, те скатерти я просто куда-то использую. Может, я потом вставлю кусочки видео, чтобы было понятно, о чем я говорю. Будем посмотреть. Вот единственное, что может быть, я использую вот эту часть вот этой блузы. Вот так. Вот так. И она уже пойдет сюда, выше ко мне. На мои бедра. Мне не очень хочется свой верх утолщать. Как бы живот, бедра. Понятное дело, никакая женщина не хочет совсем у себя матрешку сделать. Поэтому у меня и меняются планы. Поэтому я и показываю потихоньку эти все свои метаморфозы с юбкой. Ну, все. Показала я. Показала я. Этап процесса. Следующий этап покажу. Вот так у меня происходит процесс шитья. Понимаете? Если я схожу на пол, спускаюсь, то все происходит именно так. И самый нужный кусочек на данный момент. Да, я тебе говорю. На самом нужном кусочке лежишь. Того прогнала агрессора. Вон он, вывалился. Он другую нашел работу, которую я буду делать позже. И вывалился. Отсюда я его прогнала, потому что он еще и гребет лапами с вами сильными. Что? Пузо чухать? Пузо чухать. Сейчас будем чухать. Сейчас, моя любимая. Ну, вот что это? Ну, стоит мне оттуда отойти. Она уже тут улеглась. Ну, что мне делать? Ну, что мне делать? Я понимаю, что я тебя накупала, и ты вся чистая и красивая. И принцесса должна только в кружевах лежать. Только в кружевах принцесса должна лежать, да? Моя красавица. Все, иди целоваться обо мне. Ну, и нафиг эту юбку. Целоваться будем. Обниматься. Они специально караулят, эти собаки. Когда я разложу и отвлекусь на 5 секунд. Даже на 3 секунды. Они тут же укладываются на всю мою работу, эти собаки. Я еще не довыкроила верх юбки. Он уже улегся. Паразит. Рой. Рой, мы уходим. Спать идем. Кушать идем. Гулять идем. О, так. Все ценители красоты в сборе. Да? Ты специально ждал, пока я кадр наведу? А потом запрыгну. Молодец. Ты у меня молодец, и герой. Рой-герой. Хочу показать юбочку. Она уже закончена. Не пугайтесь, она мятая. Это так задумано. Я не хочу ее утюжить. Совершенно нет смысла с таким количеством валанов. И я попробовала ее сделать мятой. Я ее сжала, и потом заливала кипятком. Показываю. Я поставила на широкую резинку. Все это заделала. Ну, клиенты мои пишут. Хорошо. Может, я там чего-то не показала, когда сшила. Это было клеймо на краю кружева, на краю прошвы. И израсходовала все до последнего кусочка. И я смотрю, в камере это очень видно. На самом деле, этого так не видно. Оно бледненькое, бледненькое. Но оно обстирывается. Это я просто, видимо, не достирала. Я достираю. Это вот я уже сзади лепила все кусочки. Поэтому такая юбка получилась. Не то боха, не то винтаж. Вот еще одна ценительница пришла. Красоты. Запрыгивай к краю. Вы слушайте вместе. Я ее еще раз. Я просто не сильно заваривала. Объясню почему. Я думала, если мне не понравится, тогда я чтоб смогла разутюжить. Теперь мне это все, я понимаю, что нравится. И я сделаю это еще сильнее. И она на мне, ну, посмотрите на видео. Она на мне, у меня, гляньте, безрукавка. Она прям с тумбочкой гармонирует, в гармонии. Когда она разглажена, она меня утолщает. Потому как я барышня пышная. А когда она вот в таком виде, она так, знаете, играет и очень здорово смотрится. Она не толстит, потому что все-таки белая. Поэтому я теперь ее прям свяжу со мной, свяжу, скручу. Заварю хорошенько кипятком. И надеюсь, что цвет ткани немного сравняется. Потому как это белый батист. Он совершенно прям такой идеально белый. А здесь я ставила на ситец. На батист не пошло. Сильно провисало, некрасиво. Низ тяжелый получается. А верх получается слишком нежный. И вот тут внизу, ну, я показывала, как дошила. Вон она прошла. При ходьбе очень красиво смотрится. Под узорник и прошла. Ну, что еще? Воланы как на душу Бог дал. Потом в конце сообразила вот атласной лентой некоторые отстрачивать. Строчечки уже покрывать. Ну, оно как-то так мне больше понравилось. В общем, вчера я уже ее выгуляла. Получился полный фурор. Вот такая она. Видите, такая жатенькая, жатенькая. Но у меня такое есть индийское платье. Совершенно один в один ткань. Поэтому я так решила, что это все будет очень даже симпатично смотреться. Все, теперь я присоединю кусочек видео. Всем моим собакам нравится. Ты тоже модница, умница моя. Ты модница моя. Сейчас будем расчесываться. Раннее утро. Жара уже стоит невыносимая в городе днем. Поэтому в состоянии я работать только ранним утром. Все, присоединю видео там, где я выгуливаю на себе свою юбку. Всех целую, обнимаю. Всех люблю. Всех приглашаю к себе на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Приглашайте друзей. Делитесь в соцсетях. И по возможности очень вас прошу. Мне очень, очень, очень хочется и нужно, чтобы вы смотрели рекламу. Пожалуйста. Всех целую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!